всем привет я мастер моськой михаил и сегодня буду презентовать новые виды колимб а также изменения которые произошли со старым виды колимб ну начнем с самого простенького то есть со старых видов колимб вот у нас они теперь вот такие вот сглаженные очень аккуратные колимбы это вот из вишни на 11 язычков вот будут на 9 язычков на 11 язычков есть такая форма то есть у нас есть обратная форма язычки стоят уже внутри тоже вишенка кстати есть 11 язычков и есть обычная форма с большим размером между язычками вот как они звучат давайте послушаем не очень-очень удобно они немножко меньше стали и такие же колимбы они вот из орешка у нас из орешка и соответственно из ясеня но также можно покрасить ясень вишню орех в черный цвет кому это надо будет здесь вот у нас 9 язычков для пентатоника давайте послушаем что у нас по звуку это у нас колимбочка 9 нот для пентатоника и и и и ну вот у нас такая вот калибра ну и 11 нотная тоже нет это у нас соль мажор пентотонический строй вот ну это то что произошло со старыми вы можете посмотреть фото у меня на странице вконтакте а также теперь хочу продемонстрировать вам ну вот еще кстати орешки такие вот хочу продемонстрировать вам новый вид калимб у меня мне не очень нравится я всегда ищу звук какой-то это у нас калимбы вот такого типа это у нас вишенка одно с одним отверстием и с двумя отверстиями вишенка соответственно орешек тоже ну такой вот красивый орешек такая толщина примерно у них ну и конечно же ясеный клён тоже такие же а также есть фанерная сделаны из фанеры она чуть подешевле но звучит ничуть не хуже итак преимущества калимб это маленький размерчик у нас они достаточно маленькие вот удобные здесь пентотонический строй на 9 нот до такой маленькой калимбы это очень прилично очень играет чисто никаких мертвых нот ничего ну и отверстия вот эти вот если у нас это с отверстиями идет вот и с одним и есть с двумя отверстиями два отверстия не дают такой эффект но это не моя придумка то есть это на самом деле используют люди такие вещи но я их решил разместить именно спереди для того чтобы пальцами большими закрывать давайте посмотрим что у нас получается из такого вот расположения все это был вот все Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обычно из сосны, если сделать его из твердых пород дерева, дорогих, то будет звучать гораздо лучше Но я буду поставлять именно с сосной, с таким вот отверстием внутри Можно использовать, кстати, как свисток Ну если поймать, конечно, детям можно использовать Ну это так, конечно, не как свисток было задумано, а именно для резонатора сделана дырочка Суть такова, что вы можете играть еще, если вы мультиинструменталист, вы можете добавлять на свою педаль Loop Station Доболнительные звуки, то есть это лягушка Лягушка есть два типа Чистая лягушка А можно добавлять с отпущенной, то есть чистая лягушка, это зажимаются языки Держатся вот таким вот способом А можно добавлять непосредственно еще дополнительное звучание языков А также можно комбинировать, то есть отпускать и зажимать языки как на гитаре, как лады Единственный минус такой функции, то что здесь вот может стираться лак, но вы можете просто обычным маслом здесь подмазывать Это не проблема Зато, не знаю, дополнительная функция Мне показалось, что это очень интересно Достаточно здорово иметь какой-то дополнительный перекусионный эффект Ну вот, собственно, то, что я хотел показать Это новые колимбы Они действительно очень здоровские Всем советую Ну и, соответственно, старые колимбы тоже ничуть не хуже По звучанию у них примерно одинаковая децибельность, то есть высота звука Громкость звука Ну, если у деревяшек у нас максимально там вроде 90-83 децибела То у этих стабильно 95 и выше децибелов на крайних язычках Вот Так что, всем добро пожаловать за классными новыми колимбочками Будьте здоровы С вами был Михаил Маськов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!